Добро пожаловать во вселенную восточных боевых искусств и древних легенд. Убирай персонажа, мощного разрушителя, опасного чародея, филигранного мастера мечей или смертельного кунг-фу мастера. Покажи себя в бою и стань живой легендой мира Blade & Soul. А для успешного старта по ссылке в описании тебя ждет бесплатный премиум аккаунт. Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики моего канала. Сегодня мы поговорим о 10 лучших пользователях элемента огня. И я прислушался к вашим комментариям на предыдущем топе относительно стихии молний. И на этот раз буду расставлять персонажей по топу, смотря на то, как хорошо они владеют данным элементом. Ну и пользуясь случаем, прошу вас проголосовать за следующий элемент для топа, перейдя по ссылке в описании. Ну а если вы готовы, то давайте приступим. Приятного вам просмотра. Наш топ открывает Хатаки Какаши. Как мы все знаем, копирующий ниндзя владеет всеми пятью элементами. И так как он является не самым плохим пользователем их, я включил его в топ. Он показывал нам стихию огня в виде огненного шара, примененного против Наруто и Сакуры. При их тренировке на отбирание колокольчиков, их шар был достаточно мощным и опасным. Наруто и Сакура как раз в тот момент и обсуждали, насколько Какаши могущественны Шиноби. Следующим по списку идет Сарутоби Асума, учитель десятой команды Ино Шикачо. Он, как и многие члены клана Сарутоби, владеет стихией огня на достаточно сильном уровне. Мы могли это заметить при его битве с Акадски. К сожалению, он не успел показать нам побольше техник этого элемента. Однако, в Асуме не нужно сомневаться, ведь он был одним из элитных дживанинов Канохи, а также и одним из ниндзя-стражников Страны Огня. Восьмое место занял Учиха Обита. Ну а как мы с вами знаем, все члены этого клана владеют стихией огня на высоком уровне, и даже обучаются ей еще с малых лет. И Обита точно так же владела ею и использовала на достаточно высоком уровне. Будучи генином, он уже мог использовать технику огненного шара. И я даже не сомневаюсь, что с возрастом он отточил свои навыки и стал куда сильнее. Плюс потенциал этого элемента в руках обладателя Камуи становится куда мощнее. Но это уже другая история. Седьмую же строчку занял Учиха Шисуи. Один из гениальнейших шиноби, который даже выделялся среди членов своего клана. Он был также известен из-за своих способностей глаз к мощному джиндзюцу. И такому гению элемент огня был под властью еще с малых лет. Но, к сожалению, он погиб рано. Однако, уже в этом возрасте он был очень сильным шиноби и считался одним из сильнейших Учих. Следующим по списку идет один из легендарной троицы санинов, великий Джирайя Сама. Он владел очень многими техниками и был одним из сильнейших шиноби во вселенной Наруто. Элемент огня он использовал как в соло, так и в сочетании со своей жабой. Во втором случае, мощность техники становилась куда сильнее и масштабнее. А в купе с опытом нашего легендарного Санина, эта техника становится грозным оружием. Пятерку нашего топа открывает пятая Мизукаги и прекрасная женщина Мэй. То, что она уровня Каги, уже ставит ее техники на высокий уровень. Но не все так просто. Она владеет целыми двумя кекегенкаями, то есть усовершенствованным геномом. И они оба связаны с огнем. Первый геном это пар, а второй это лава. И ее техники с использованием элемента огня очень мощные и убийственные. Следующее место занимается Рутоби Хирузен. Третий Хакаги деревника Ноха и сильнейший Каги своего поколения. Он владел всеми пятью элементами и использовал их в совершенстве. И элемент огня тому не исключение. Он, будучи пользователем всех стихий, мог и совмещать их, делая их урон и радиус поражения куда мощнее. Также, как я и говорил во время рассказа о Асуме, почти все в клане Саратоби в совершенстве владеют элементом огня. Ну а третий Хакаги, еще являясь профессором шиноби, владеет им на очень высоком уровне. Тройку нашего топа открывает Учиха Итачи. Не спешите кидаться в меня словами фу, фанбой Итачи, все дела. Он попал на такое место не только из-за своего мастерства в овладении стихией огня, но и из-за своих глаз, то есть Аматорасу. Огонь, который куда мощнее и который нельзя погасить ничем, ну только запечатать. И он не попал выше, потому что Итачи просто не успел в совершенстве владеть им. Но обычным элементом огня он как раз таки и владел в совершенстве. На втором месте расположился Учиха Мадара. Кто-кто, а вот он использует все техники просто на высочайшем уровне. Благо чакра и опыт позволяют ему это сделать. Просто давайте вспомним его технику элемента огня, который он применил против Альянса Шиноби. Напомню, что при возрождении пользователи не могут во всю силу сражаться. Настоящее возрождение Мадары было тому доказательством. Стихия огня, который применил Мадара, такая же пафосная, как и он сам. Где-то 10 человек судом остановили его технику, используя элемент воды. А как мы знаем, вода стоит выше огня в круге стихий. Ну и на первом месте расположился Учиха Саски. А вот он уже в совершенстве овладел Аматорасу и использует его почти в любой своей технике. Даже в Чидори умудрился его запихнуть при последней атаке против Наруто. И так как Саски владеет половиной силы мудреца, он может использовать техники очень высокого уровня. И все его техники автоматически выходят на иной уровень. Идеальное владение Аматорасу, да и совершенное владение элементом огня в целом, позволило Саске забраться на первое место. Ну а на этом всё. Кстати, как Гузу я не стал сюда пихать, просто не захотел. Ну а вы, если вам понравился ролик, поддержите его лайком и подпиской. Кстати, ребята, не забудьте нажать на этот колокольчик, чтобы быть первыми в курсе о выходе новых видео. Также проголосуйте за следующий элемент для разбора нового видео. Как только наберется, скажем, 2000 лайков, я сразу запилю его. Ну а с вами был Анис Зоро, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok